11-летняя Анисия Низовцева в свободное от учебы время участвует в благотворительных и патриотических акциях, занимается фигурным катанием, вокалом и уже имеет опыт выступления на больших концертных площадках. Известность к ей пришла в 2022 году во время участия в главном вокальном проекте страны. Анисия рассказывает, первые воспоминания из раннего детства связаны с песнями. Родители вовремя подхватили зарождающийся талант и дали старт для его дальнейшего развития. Мне три года, но я пою песни какие-то детские из мультиков. Ну и маме это надоело, она сказала, все, я веду тебя на вокал, тогда уж если ты поешь, иди занимайся профессионально. Предлагать, а не настаивать – такой секрет успешного детского развития от мамы Анисии. Она сама должна делать выбор, но он должен быть, да, то есть если это спорт, то выбирай, занимайся, пробуй. Если это какие-то творческие направления – перезанимайся, пробуй. Если это учеба – занимайся. Для многих родителей раннее развитие детей превращается в марафон, в котором надо успеть все. Малышей учат счету, письму, ритмики, логики, игре на музыкальных инструментах, иностранным языкам. Высокую планку задает современный темп жизни. После трех уже поздно, утверждает автор одноименной книги. Он убежден, что малыши до трех лет могут научиться чему угодно. Главное – не опоздать и вовремя ввести новый опыт. Так учить иностранные языки лучше с того времени, когда малыш только учится говорить. А кататься на коньках – с первыми шагами. Эмоциональное, интеллектуальное и физическое воспитание – три кита, на которых держится гармоничное развитие детей в возрасте до семи лет, отмечают психологи. Все, что касается детей до семи лет, физическое развитие напрямую связано с интеллектуальным развитием. То есть, уча ребенка координации, езде на велосипеде, нагружая его ручки тем, что он, например, поливает грядочку с бабушкой на даче из лейки своей собственной. Или развивая мелкую моторику тем, что он сажает зернышки тоже вместе с бабушкой или с мамой на подоконнике. Это и есть самое лучшее развитие интеллектуальное. Интеллектуальное. Знаем, что интеллект на кончиках пальцев. Посещение кружков, секций и центров развития тоже идет на пользу. В России по результатам опроса, проведенного в прошлом году, более 60% детей школьного и дошкольного возраста посещают такие учреждения. Занятия в секциях для детей до семи лет должны быть прежде всего игрой, отмечают психологи. Когда начинать, зависит от ребенка. Мирославу мама привела на лед в четыре года. Попытки подружиться с кружками и секциями начались намного раньше. Два года была попытка балета. Попытка была провалена, потому что нужно сосредоточенно делать все. Я хотела сбегать, прыгать, скакать. Не получалось, не случился у нас балет. В три годика пытались самостоятельно, ей было интересно. Все время тащила нас на каток. Но в три года тяжеловато было, потому что кажется, что еще тело не очень воспринимает, они чувствуют. И получалось не очень. Вот решили отложить на год. И сейчас уже совсем другой результат. Первые занятия проходили вместе с мамой за ручку. Но уже с четвертого занятия Мира уверенно стала держаться на коньках. Надо играть в коньках, всякие гонки на коньках. В выборе секции психологи советуют останавливаться на тех, где идет гармоничное развитие ребенка, и оно соответствует детским потребностям. Мы рекомендуем выходить на лед не раньше 3,5-4 лет, чтобы детки освоились, уже отпустили родителей, косточки, суставы, должны связочки подкрепнуть, чтобы были какие-то физические нагрузки. Ну и также умственные способности ребятенка, чтобы все-таки было понятие, что это пусть и в игровой форме идут тренировки, но это идет именно тренировка. Развитие ребенка – это ответственность родителей. Ребенок будет проявлять то, чему он научился у них. Главный совет психологов – любить, верить, видеть самое лучшее в своем ребенке, больше хвалить, меньше критиковать, играть с ним и не перегружать занятиями. Галина Топилина, Николай Епифанов, Константин Головин, Петр Поломеев, Игорь Казановский, Николай Сидоров. События.